Приветствую вас, и последнее первое, что я вам хотел сказать, это то, что человека нельзя вернуть на силу. У него, у вашего мужчины были и есть, возможно, некоторые причины для того, чтобы уйти. И в первую очередь необходимо осознать, почему мужчина уже ушел, почему он выбрал именно такой путь, а не другой, что доставило его у тех, какие конфликты, проблемы, которые не урядятся, а может быть одногласны. Вот это вам для начала все нужно подумать. Все это для начала нужно определить, и потом, даже в время успокоиться, побыть наединять с собой немножечко, а дальше постепенно начинать с ним общение, показывая ему, что вы изменились, осознали какие-то моменты, которые ему не нравились, и стараться показать ему, что вы действительно нацелены на улучшение ситуации. Уход мужчины, это как крайний случай, он видит, что проблемы, которые его волнуют, иным путем не разрешить. И вот, до тех пор, пока вы сами не обозначите круг этих проблем, сами не начнете их решать, но для начала вернуться, и до тех пор, пока вы не начнете общаться с мужчиной на дружеской, положительной, позитивной ноте, не приносит дать решения к чему. До этих пор мужчина, скорее всего, к вам не вернет. То есть, говоря прочно, необходимо проанализировать вашу жизнь, семейную жизнь, разобрать проблемы, которые у вас имеются, и подумать, как делать так, чтобы угодить мужу, представить ваши интересы, и дальше дело, на самом деле, техники и терпения, в том плане, что с мужчиной нужно поддерживать связь постепенно, то есть, начинать с ним общаться, не навязчиво, не говоря сразу о том, чтобы он вернулся, а просто общаться, как, ну, не совсем чужие люди. И вот это простое интерес к нему, ну, простой интерес к его делам, к его настроению и так далее, послужит фундаментом для того, чтобы восстановить ваше отношение, чтобы создать почву для ведения конструктивного диалога по поводу вашего будущего семейного и, соответственно, решения проблем уже в двухстороннем порядке. Но для начала вам, как обратившимся к нам на сайт, нужно в одностороннем порядке все проблемы со специалистом разобрать. Для этого нужно выбрать понравившегося вам и начать с ним работать. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодарю. Давайте. Продолжение следует...